Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лайф. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и подписывается на канал. Поехали Лена и Ваня в Измайлова на влашиный рынок. И говорит Лена, вот, прилично по расстоянию идти, посмотрим, сколько по времени нам идти. Как-то корявенько Лена выражается, согласитесь. Впрочем, как и всегда. И вот Лена идёт, у неё одышка страшнейшая. Идёт, задыхается, но говорит через «не могу». В общем, ну для чего он это делает? Остановилась бы, отдышалась бы, пересела бы на какой-нибудь скамеечек, а не так просто постояла бы, пришла бы в себя, а потом снова стала бы говорить. Во-первых, ей было бы лучше понять, можно было бы, да? Ну, а во-вторых, ей самой было бы проще говорить, чем вот это вот через какую-то такую вот одышку. И, ну, нехорошо так вот вещать на такую широкую аудиторию. Это неуважение к своим зрителям, по крайней мере, мне кажется, именно так. Проходят они мимо какой-то там гостиницы, или она говорит, вот в этой гостинице мы были четыре года назад. Да, нас там встречали с шампанским, говорит, больше ничего не помню. Ну да, Лена, если где-то мелькнуло шампанское, этот момент ты всегда запомнишь. И показывает она кадры, вот где она с Ваней заселяется в эту самую гостиницу. Там смотрю, вроде как и Оксана с ними была. И вы знаете, Ваня, ну, четыре года назад всего это было, да не так давно было. Ваня был вот такой вот худенький ребёночек, замечательный такой. Ну, и ничто не предвещало беды. И никогда бы я, например, не сказала бы, что через четыре года Ваня превратится в такого Ваню, которого мы знаем сейчас. Ни в коем случае я это не могла бы даже предположить. Ну, а Лена, Лена смотрит на себя от четырёхлетней давности и говорит, вот мне бы сейчас те габариты, которые были у меня тогда. Я была, мол, счастлива. Минус 10 килограммов. Ну, как мне показалось, там чуть больше, чем 10 килограммов. То есть за всего четыре года Лена успела наесть себе и бока, и щёки, и тройной подбородок, ну и так далее. И Ваню раскормить тоже до невероятных размеров. Для чего Лена это сделала, тоже мне этого не понять. Но вы знаете, Лена вообще не понимает, что она виновата в том, как выглядит сейчас Ваня. И просто с удивлением замечает, говорит, надо же, Ваня за это время разительно изменился. А не ты ли Лена причина этих самых разительных изменений Вани? Ну, видимо, Лена никак не хочет понять, что всё-таки ответственность за то, как выглядит ребёнок, лежит всё-таки на родителях. Ну, Лена не считает себя ответственной. Я в прошлом своём влоге говорила уже о том, что она безответственная мама. И Лена считает, что Ваня сам по себе. Ну, а Лена что? Лена сама по себе, в принципе, как и всегда. Лена во главу угла ставит себя. Идут Лена и Ваня уже на этот самый блошиный рынок. Идут они по такой тропинке, и Лена заявляет, что вот, мол, эту тропинку посыпали песком, а лучше, мол, бы солью или реагентом. Ну, что сказать, после соли, после реагента обувь, конечно, уже ремонту не подлежит. Очень плохо влияет реагент и соль на обувь. А песок – это наиболее щадящий вариант. Ну, а Лена почему-то считает, что наоборот. Реагент или соль лучше, чем песок. Вдруг Лена восклицает, а вон Горыныч. Думаю, это кто? Я знаю, Змей Горыныч. Но Лена так по-свойски, и вон Горыныч. И действительно, видим инсталляцию в виде Змея Горыныча, какую-то такую скульптуру. И рядом с ней ларечек. И там, как выяснится чуть позже, когда Лена подойдет и спросит, что здесь. Там разливали гроб, глинтвейн, ну, что-то вроде того, да. И Лена, конечно же, там остановилась. Не знаю я, попила она этот самый клинтвейн или нет. Но, да, она была очень резво устремилась вместе с Ваней. Так и сказала, там что-то наливают. Как Лена углядела, что там что-то наливают, я не знаю. Но, видите как, нюх у Лены все-таки есть на эти дела. Там она помнит, что шампанское наливали там несколько лет назад в какой-то другой гостинице. Здесь она определила по внешнему виду, так сказать, Горыныча, что там что-то наливают. Как она это сделала? Тоже для меня загадка. Ну, видите, как я сделала. Идут они дальше. И теперь уже тропинка посыпана соломой. Лена замечает, говорит, что это? Солома в качестве соли? Ну, Лен, что ты городишь? Солома в качестве соли. Ну, да. Такая соленая солома. Или соломенная соль. Ну, как-то так. Потом Лена предположила, что, возможно, где-то есть зоопарк, возможно, кто-нибудь зверинец, а еще что-нибудь с животными связано. Но, видимо, Лена ошибалась. А Ваня даже, вы знаете, взял эту солому и стал ее нюхать. Это какой-то вообще кошмар был. Видимо, он хотел унюхать запах животных, что ли, которые, по идее, должны содержаться где-то тут недалеко. Не знаю я. Ну, кстати говоря, о Ване, да, он себя очень странно вел. Он как-то дергался, он как-то прыгал, он как-то... Ну, не могу сказать, что он бегал. Нет, но он совершал какие-то резкие движения. То головой, то руками. Как-то вот... Ну, не было в нем никакого спокойствия. Абсолютно. И вот он хотел привлечь к себе внимание. Видно, ему все-таки не хватает внимания. Внимания со стороны мамы, в первую очередь, конечно же, ему не хватает. Он на Лену сколько не было, да? Считай, две с половиной недели ее не было дома. И Ваня, понятное дело, соскучился. А теперь он так счастлив, что Лена дома. И он пытается как-то к себе привлечь внимание. Но, как я уже говорила, Лена смотрит только на себя. Любуется только собой. И считается только со своим собственным мнением. А Ваня, вот вы знаете, мне его порой очень даже жаль. Он недополучает внимание и материнской любви. Хотя, казалось бы, да, он один у мамы с папой. Ну, насчет папы, не знаю, есть там папа или нет рядом с Ваней. Но, в любом случае, он один у мамы с папой. Он один у бабушки с дедушкой. Он один у своей тети. Он один. И столько взрослых людей вокруг, да, столько родственников у него. Но, тем не менее, как ни странно, внимания этому ребенку не уделяет практически никто. Наконец-то они уже пришли на этот самый блошиный рынок. Лена ходит рассматривать, что где продают. И замечает солонку интересного в виде лебедя. И говорит, вот у нас с папой солонка такая с лебедем была. Думаю, нормально так. У Лены с папой. Где-то Лена жила отдельно с папой. А куда дели Оксану? Оксана с мамой, что ли, жила? Ничего не понимаю. А потом Лена добавила, когда первую квартиру снимали в Щелково. Думаю, нормально. Значит, они еще и вторую квартиру когда-то там снимали. Потом еще и третью квартиру когда-то снимали. Что такое? Что за период в жизни у них такой интересный? Они должны были снимать квартиру. Причем, все-таки, да, Лена с папой отдельно. А мама и Оксана, видимо, отдельно. Не знаю. Почему-то Лена подчеркнула. Именно с папой они снимали. Ну, как-то непонятно, как всегда, в принципе, у Лены. Мои дорогие зрители, если вы в курсе, для чего Лена с папой снимала квартиру в Щелково первую и последующую, я так понимаю, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Продолжает Лена ходить по этому блаженному рынку. Говорит, ой, какие тут машины интересные. Модели машин действительно интересные. Ваня, хочешь такую на день рождения? Я тебе подарю. Посмотри, тут все дверцы открываются. Ну, она стоит 3000, во-первых, а во-вторых, Ваня какая-то такая вот коллекционная машинка. Ну, не знаю, это ему неинтересно. Ему интересно, конечно, телефоны, ну и прочее, все, что с ними связано. А какие-то коллекционные модели машин вряд ли Ваню заинтересуют. И там вот все дверцы открываются, и Лена говорит, с дверями машины. Как-то так она определила эту категорию машин, моделик машин. И тут мы узнаем одну очень интересную подробность относительно предпочтения Андрея. Оказывается, он меломан, да. Плюс ко всему, да, потому что вот он боится сниматься, он ест огушу, он сидит постоянно дома, никуда не выходит, работает из дому. Ну и так далее, да, все мы прекрасно знаем весь набор, так сказать, положительных в кавычках качеств, которыми наделила Лена Андрея. Ведь именно с ее легкой руки Андрей стал именно таким, как его вот он стал, каким мы его знаем. Он плюс еще ко всему любит Талькова и Высоцкого, да. Как Лена выразилась, все старое любит. Ну, Лена, ну нельзя же, конечно, так вот прямо же, да. Почему старое? Это классика, ну не надо же говорить так, что старые песни. Это классика, которую просто надо знать и с уважением к ней относиться, к этому творчеству. Почему бы и нет? И просто удивительно, почему Лена Талькова не любит. Просто непонятно мне это. Ладно, Высоцкий, да, все-таки Лена девочка. А вот Тальков, он пел чудесные песни. Такие, которые просто девочкам очень нравились. Ну, а Лена, видимо, не знакома с творчеством Талькова. И даже песню «Чистые пруды», ну, будем так говорить, хит его, да, Лена не знает. Непонятно, кстати говоря, почему. И вот Лена купила одну пластинку с песнями в исполнении Высоцкого. И забегая вперед, могу сказать, что осталась довольна своим приобретением. Пришла домой, и Ваня на современном проигрывателе протестировал, как сейчас модно выражаться, да, эту самую пластинку. Пластинка оказалась очень даже хорошая, без всяких царапин, пятен, ну и прочего. И качество записи, звук тоже очень порадовал Лену. В общем, Лена довольна. А доволен ли Андрей, не знаю, знаем ли мы. Если только Лена нам расскажет. Потому как сам Андрей, понятное дело, не будет нам ничего рассказывать. Ну, а Лена продолжает ходить по этому самому волшебному рынку. За ней идёт Иван, он смотрит телефоны. Лена смотрит гобелены. Правда, о том, что Лена смотрит гобелены, она не знает. Она говорит, ой, это вышитые ковры на стену. Ну, пусть будет так. Не знает, что это называется гобелена, но это Лена. Ей простительно. Далее Лена заметила набор вязаных спиц. Думаю, это как? Не знаю. Но это, наверное, туда уходит, к кожаной болезни. Там кожаная болезнь, здесь вязаные спицы. Лена в своём репертуаре. Ваня выбрал три телефона себе. А Лена, после того, как они уже закончили хождение по этому рынку, пошла в магазин, говорит, за шампанским зашла. Думаю, правильно, чего так мелочиться. Выходной день, почему бы нет. Завтра, правда, на работу, но опять же, на работу тому, кто работает. А Лена что? Лена может себе устроить выходной в любой день недели. И вообще её работа – это такое относительное понятие, что как-то вот я на месте Лены не придавала бы вообще значения тому, что вот у неё есть какая-то работа. Работа для Лены чисто номинальный характер носит, не более того. Потом заехали в торговый центр какой-то вместе с Ваней за пончиками. Потом зашли то ли в Бургер Кинг, то ли во вкусная точка. В общем, какое-то предприятие общественного питания. И Ваня взял себе гамбургеры в одном заведении общественного питания, и Лена взяла себе что-то другое в другом заведении общественного питания. В общем, да. И Лена говорит, вот я не могу на Ване повлиять. Вот он берёт себе бургеры и берёт. А я что могу сделать? Да, действительно, Лена, ты ничего не можешь сделать. Ой, странные какие-то такие вот заявления со стороны мамы. Но, видите, почему-то Лена считает, что она уже ничего не будет сделать. А дальше, ведь если Лена действительно не будет что-то делать, ситуация может только ухудшиться. Но Лена, видите, об этом абсолютно не думает. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена Лайк. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.